СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ По моему мнению, это учитель, который сейчас, скорее всего, разбирается уже в технологиях, где он проводит уроки более в игровой, практической форме. Еще современный учитель, который прислушивается не только к наставникам, но и к детям. Сейчас дети у нас очень быстро меняются. Ну, вот все. Я сам не знаю, может, так получилось, но у меня дед, он у меня здесь работал, он у нас, скажем так, известный физик тоже. Но я сам учился не на физика, я окончил ядерный университет, МИФИ. Потом я переехал сюда, ну как, обратно вернулся, но хотел остановиться некоторое время. И так случилось, что здесь открылась вакансия учителя физики. Ну, я подал документы, меня взяли. Ну, конечно, я отучился, прошел переподготовку в СУФУ на учитель физики. Вот таким образом я стал учителем физики. Мне нравится быть учителем физики. Ну, мне нравится учить детей. Я раньше, когда сам был учеником, я не знал о том, что какие дети бывают разные. Сейчас, когда ты уже повзрослев, работая с ними совместно, они все такие разные. Нужен разный подход, и ты все время проходишь там разные повышения квалификации, чтобы со всеми с ними работать. Потому что ты не можешь сразу все знать. И это все как бы познается и в опыте, и в обучении и так далее. Ну, плюс в том, что, скорее всего, ты все время работаешь с молодыми людьми, и у тебя как бы энергия не иссякает. Самый главный плюс, который, как все думают, да, это у нас отпуск три месяца. Но на самом деле не так. Мы все равно работаем, да, у нас отпуск. У меня отпуск был только в прошлом, ну, в прошлом году. Один месяц был, да. Один месяц я все равно здесь работал. Ну, и под конец мы все равно выходим пораньше, да, и мы приводим в порядок все, в школу и так далее. Так, минус учитель – это ненормированность, где учитель всегда готов, да. После рабочего дня я прихожу домой, я все время должен быть на чеку, да. Там бывают, ученики мои звонят, да, иногда. Даже бывает вечером, в 9 часов вечера они мне позвонили, спрашивают о том, какие-то, может ли, ну, какие-то там... Вопросы у них, ну, все вопросы, которые у них появляются. Если ты не успеваешь, то все равно ты остаешься после рабочего дня, доделаешься эту работу. Можно там просидеть еще до 7, до 8, до 9 вечера. Бывало, что до ночи сидишь здесь. Это все для того, чтобы у тебя завтрашний день был более продуктивный, и все у тебя получилось. Скорее всего, мне кажется, это минус, потому что в свободное время ты должен быть, ну, как все с человеком остаться. Пока что проблем нет. Ну, бывали такие очень единичные случаи, когда ребенок тебя совсем не слушается, не хочет учиться. С ними, ну, приходится работать индивидуально. Сначала я, конечно, узнаю про него, да, не только от учителей, но и от его доклассников, да, от других детей. Какой он, как он себя ведет. Потом я его зову, могу поговорить с ним просто так, да, расспросить. Ну, не допрашивать, а просто так поговорить о непринужденной остановке. Готовься к разным конкурсам, олимпиадам. Тогда, когда ты работаешь вместе с ними, они находят контакт и начинают вместе работать. И во время уроков он уже себя по-другому проявляет. Да, ну, у меня было такое. Да, сейчас они уже хорошо, ну, уже хорошо учатся, слушаются. Мне кажется, в принципе, сейчас дети не особо воспринимают слова учителя. Могут просто не обратить внимания на твои слова. Ну, мне кажется, что сейчас учитель, это больше всего уже друг для детей. Для учителя, ну, для меня более спокойный, да, потому что там ты уже не обращаешь внимания. Ну, там нет такого, что ребенок пришел с опозданием, да, как бы не срывает, не останавливает урок. Ты открылась там, не знаю, и начинаешь учить просто в отведенное время. Дистанционное обучение, это, мне кажется, это плохо, наверное, да, потому что некоторые дети, скорее всего, они не до конца поняли тему, допустим, да, и не могли спросить у учителя. Потому что времени так и так мало на обучении, во время дистанционного обучения, учитель должен успеть это все передать как-то, да, и времени на вопросов не хватает. Когда дети учили, ну, когда дети учили дистанционно, пробелов, вот, в программе стало намного больше. Такое чувство, скорее всего, у детей, как будто вот ЭГЭ, это у них, да, проход, скажем, в жизни. Если они не сдали, то у них как будто жизнь на этом заканчивается. Вот они так думают. Скорее всего, это давление, там, со стороны, возможно, учителей, родителей, да, что если ты не сдашь ЭГЭ, да, то не станешь человеком, да, не найдешь себе работу, не сможешь, там, прожить и так далее, да, и все это там давление возрастает, все равно же дети. Это, скорее всего, тоже из-за ЭГЭ, да, она все время усложняется, усложняется, даже когда, если сравнить ЭГЭ, когда я сдавал и когда я смотрю сейчас, она стала намного сложнее, да, по физике. У нас каждым годом становится все усложнение, усложнение. Вот, честно, у меня есть ребята, которые вот не хотят учиться, да, они, они, ну, они, как, как они учатся, они доходят до порога, да, то есть, главное для них набрать. На порог, и все. А дальше пойти учиться, кого лишь. Опять же, с ними, ну, помогает разговор, но не всегда. Да, это работа уже всей школы, да, чтобы смотивировать ученика так, чтобы он не просто сдал на порог, да, чтобы получил, допустим, хорошие оценки. По желанию ребенка, мне кажется, вот, ну, а так, мне хочется, конечно, чтобы все дети получили высшее образование, там, не бакалавра, там, дальше магистратура, аспирант, ну, вот, магистратура, в принципе, хватит достаточно, чтобы, скажем так, получать достойную зарплату, найти хорошую профессию, да. Учитесь во время уроков, да, не надо отвлекаться, тогда у них появится больше времени, ну, для себя, да, чтобы потом, когда ты отвлекаешься во время уроков, не учишься, потом все равно придется это наверстывать как-то. У них три детей, да, они не могут расстаться с телефоном, даже во время уроков. Я думаю, что родительский контроль явно нужен. Призвание учителя сделать хорошее будущее для детей, сделать хорошее будущее для детей, да. Ой, не могу сказать, потому что я сам все время учусь, я не только там обучаю детей, да, я сам все время там учусь и учусь и учусь. Я даже не знаю там границ, какой-то границы, что когда ты можешь на себя называть учителем. Дать им образование, да, чтобы они уже дальше смогли, не знаю, самостоятельно выбрать свою профессию, первое, основную базу знаний. Незнание многих, скажем, подводных камней, что ли, потому что я, допустим, не знаю, ну, сейчас более-менее знаю, но в основном я не знаю, допустим, как подготовить ребенка к Олимпиаде, как подготовиться к научным, к НПК, да, к научно-паратическому конференции, как работать с родителями. Вот, ну, ты состоявший учитель, когда, когда тебя, допустим, приводят в пример другие учителя, вот, возможно, да, я так считаю, тогда ты становишься состоявшимся учителем. Мне кажется, это не зависит от стажа, в принципе, можно начать и сразу себя показывать, если у тебя, да, если у тебя талант, какой-то дар быть учителем. Субтитры создавал DimaTorzok